Есть испытания, которые даются судьбой для обычных людей, а есть испытания, которые даются Богом для необычных. Разница заключается в том, что когда испытания даются судьбой, человек мрачнеет от этого и становится очень несчастным и слабым. Но если испытания есть, то человек не становится несчастным. Значит, есть только два варианта. Первый вариант – это испытание должно закончиться, потому что он ее побеждает. Он справился, зачем ему нужно это испытание. Это один вариант. А второй вариант, мои хорошие, лучше бы вы его не слышали. Потому что это, ну, для особенных людей ответ. Для особенных. А второй вариант – это когда Бог сильно любит человека. Он не даст им возможности быть счастливым в этом мире, потому что он хочет, чтобы тот еще лучше был, и еще лучше, и еще лучше. И это бесконечно. Ну, я надеюсь, что вы меня не слышали. Потому что это особые люди. В основном, в 99%, когда человек сдает свой экзамен, он становится счастливым. У него нет никаких проблем, поверьте мне. Бог не будет мучить всех подряд. Но если человек сказал Богу в своей жизни, «Я не хочу жить просто так. Я хочу жить так, чтобы стать совершенным слугой для тебя. Я хочу стать совершенным для тебя. Сделай все для этого», – говорит Богу. Тогда Бог его начнет мучить. Потому что иначе нас совершенным не сделаешь. Только когда железо в огонь соприкасается с огнем, оно становится бронзой. Железо, которое невозможно разрубить. Оно само рубит все подряд. Без не страдает человек, не может стать совершенным. Поэтому Господь дает испытания великим людям. Даже несмотря на то, что они достойны высшего счастья. Но если честно, если Бог им дал это высшее счастье и сделал их очень счастливыми на земле таких людей, им бы что-то не хватало в этом. Потому что это бесполезная жизнь для них. Им нужны испытания таким людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok